Дмитрий Павленко 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 немножко напасть это как что произошло ну мы проплывали по речке и один из медведей просто я его пропал мимо как бы помахал ему ручкой оператор пол сзади я надеялся что он его снимет он хотел его снять медведь бросился в речку и поплыл за лодкой они плавают очень здорово они плывут там где человек однозначно утонет там очень сильное мощное крепкое животное это его дом понятно как рыба в воде он поплыл за лодкой потому что скорее всего он не понимал что такой человек молодой медведь мы сидели в очень низко посаженных лодочках и принципе в объеме представляли очень маленькие вещи для медведя и пока оператор не стал в полный рост а вот в очень качающейся неуравновешенной лодки достаточно сложно сделать на ней еще рюкзак был огромный не покрыл его трехэтажным матом медведь не отступила то есть это был просто я не думаю что было агрессия думал это было просто любопытство он живет там 5 7 10 лет и никогда не видел ничего подобного тут бац ему хотелось прям действительно не видел ничего под вы сказать что настолько ненаселенного населенной территории на территории россии наверное не встретил а вот насколько ну потому что вот сейчас мы видим вот собственно там за вашей спиной ну какой-то небольшой на как будто населенный пункт на несколько домов вроде бы жизнь да есть жизнь есть но если мы ее размажем в этом количестве там ну шесть тысяч человек условно на весь охотский район на территорию средней европейской страны вы поймете что там 0,0 там один или два жителя на километр ну и сосредоточено это всего-всего в двух трех населенных четырех пунктах а это метеостанция уега на которой живут всего двое человек тоже автономно то есть без связи там нет дорог там нету подняться туда на лодке вот как мы это сделали да по порогам вверх по бурному течению реки охота это очень дорогая очень сложная рисковая история был единственный человек во всем охотском районе который согласился вести нас в те места это там он сказал что я после этой поездки у меня появилось несколько седых волос были там такие моменты да поэтому ребята живут очень автономно если говорить про метеостанцию и ну вот они живут на своих 100 квадратных метрах и все то что находится за пределами это полная терра инкогнито в плане ну вот допустим вот эта метеостанция это единственный это последний какой-то населенный пункт где вообще есть жизнь вот там на севере нет в верховьях речек которые текут сюда в охотское море с гор как раз сунтархаята куда мы стремились стоят некоторые стойбища оленеводов если советское время это были сотни оленеводов и десятки тысяч оленей то сейчас это все очень и очень буквально там я думаю что человек 30 в общей сложности по всему району оленеводов осталось вот на мой примерно взгляд потому что никто точной цифры не знает ну и оленей может быть несколько сотен может быть не больше тысячи при этом совсем немного людей естественная убыль просто как умирают люди сокращаясь количество новых тех кто хотел бы заниматься оленеводством нет те кто там живут они как бы они всю жизнь там прожили вот этих . это наверное последнее поколение которое родилось еще в семьях оленеводов которые застали вот эту жизнь в таком первобытном настоящем ее виде и сейчас в связи с тем что им просто нечем ну заняться нет у них работы там нигде в населенных пунктов больших по большому счету что они жили на природе в дикой тайге они не получили специальность не получили хорошее образование и в то же время они получили такую привычку до закалку таежную им нравится эта жизнь они живут там но мне кажется на мой взгляд я конечно не хочу быть пророком мне кажется это последнее поколение лет через наверно 20-30 уже оленеводов ну если они будут то это уже будет просто последние музейные экспонаты почему оленеводство вымирает мне кажется даже сам могу ответить на этот вопрос людей которые для которых это является средством добычи пищи и вообще обеспечения себя так их вот это последние люди остальные могут поехать в магазин пойти и прочее прочее да они к сожалению сейчас просто нарушена передача вот этого этой культуры через поколение потому что если раньше привозили все-таки оленеводом детей хотя бы на летние каникулы на три месяца потом после какого-то не 11 классов там пяти шести может быть семи классов дети уже постоянно переходили в стан оленеводов и жили уже жизнью своих родителей уже перенимали это мастерство то сейчас это этого нет этой системы этой программы и вот те оленеводы которых мы видели во первых они были шокированы нашим появлением потому что к ним нет никаких нетров ни дорог совершенно вы первые люди которых они увидели за последние годы да вот первые из из туристов а тем более из кинематографистов там даже двое отказались от интервью потому что они были настолько застенчивы что они ну просто для них это было какой-то космос а ну для для них вообще и такое явление как телевидение я конечно сейчас как будто прям совсем аборигены вообще не понимающие где они находятся и что происходит за пределами их не знаю там какого-то населенного пункта общины то есть это люди которые когда-то учились где-то в населенный пункт просто потом вернулись сейчас но там условия в которых они живут интернет телефоны и телевизор и самые не знаю суровые наверное но для для нас до для городских жителей связи с внешним миром но практически нет из того что я увидел это старые бог знает каких-то потопных советских времен радиостанция которые на 300 400 километров пытается добить там до поселка арка это вот сейчас то что я застала она работает только в режиме приема они не могут передать информацию они только слышат что им говорят там и спутниковый телефон на котором вот как выяснилось я спросил там не было денег и они не вот на тот момент когда мы были они не имели никакой связи они не имели естественно не интернета не радио не телефона работающего и рация работала только на прием это как просто вдали от вот этих городских соблазнов технологии и всего остального люди не задумываются о том что этим можно было бы пользоваться их устраивает их жизнь вот такая по большому счету их устраивает и жизнь до их устраивает определенное достаточное для них количество оленей например вот они считают что 200 это хорошо и а мы не хотим 1000 мы не хотим 100 вот 200 это нам по силам мы их пасем мы с ними живем они на самом деле совершают два путешествия в году мне тоже очень удивило первое в якутию обычно в сентябре они идут в якутию издают меха шкуры добытая на охоте мясо еще не довезешь уже еще тепло как бы да и зимой они неделю они они едут в якутию всего там тор неделю на оленях представляете эту экспедицию просто посмотреть на эту фактуру это второй план до вашей шватура это мечта это вторая мечта родившиеся до после этой поездки поучаствовать в этой экспедиции для них это как вот для нас ходить магазин а мы на неделю едем до там тора до торгуем там покупаем продукты возвращаемся обратно сюда на границу якутии хабаровского края в декабре также они неделю едут до села арка уже по снегу в нартах все как настоящие как их деды прадеды у них очень интересные нарты очень интересные постройки все сколочено без гвоздя без веревок без каких-то синтетик века вы бы сейчас лучше один раз увидеть если там наверняка этих кадров к сожалению у нас в программу в наше интервью включить не получится но потом выйдет когда фильм обязательно мы должны будем это все посмотреть кстати граница якутии хабаровского края вы были там на съемках как раз можно сказать в пик вот этих якутских пожаров как это было как-то ощущалось там на месте до периодически на несколько часов в день как-то вот приносило дым когда ветер менялся ветер всегда дул либо вверх по реке либо вниз по реке если он дул с якутии то есть с гор то затягивала дыма немножко вы не могли вылететь до какое-то время нет это это нам помешало ваяни ваянской экспедиции а здесь слава богу это не повлияло ни на съемки не на здоровье ну то есть никак мы это не особо ощущаю а ваяни почему помешал им роза ветров иначе как-то выглядит ну ваяния не знаю возможно в тот момент просто была другая роза ветров более может быть насыщенная была атмосфера именно дымом и самое главное что там просто требования к в аэропорту к самолету очень жесткие то есть видимость должна быть 5 километров не меньше иногда дым стоит но при ран 24 на 26 они летают по моему при гораздо меньше видимости а вот именно ваяни там где садится l410 там вот есть эта специфика и очень многие местные более спокойно к этой проблеме то есть нам пришлось напрячься пять дней мы там жили до ждали и как раз таки пик вот этих пожаров это и пик еще жары у нас здесь был в хабаровске которые вы обошла вас стороной какая погода была там знаете это вот мы между аяном и охотском провели ну это неделю в комсомольске это были самые тяжелые это был просто был и в хабаровске видел что здесь творится там нет ничего подобного там то что вот они говорят у нас себе жарко по нашему это вообще не жарко это вот хорошо как раз таки самый кайф когда тепло но не жарко нет влажности ну я не скажу что много гнуса много комаров нет там такого большой проблемы там сухо достаточно светло ярко чисто с как-то свежо вот по-другому вот у меня желание вот из будь я простым человеком пытаясь приземлить ну обывателям да не туристам я бы туда на месяц уезжал спокойно просто июль август самый жару пережидал бы там вот смотрите на на месяц о том возможно ли на месяц туда уехать и каких усилий это стоит и собственно зачем вот ради чего и что вы своими глазами смогли увидеть из того что я надеюсь когда не смогу тоже лицезреть но точно не в ближайшее время вот об этом и после короткой рекламы поговорим оставайтесь с нами это проект смотри хабаровск спасибо что остаетесь с нами сегодня мы обсуждаем и наблюдаем уникальные кадры север хабаровского края собственно которые появились благодаря экспедиции виктора решетникова руководителя кинопроекта планета тайга виктор собственно что вот ради чего ехать туда глупый вопрос задаю я потому что сидя по вот в окружении вот этих это просто малая толика того что видели вы много вопросов зачем да вот собственно ради этого что вот что такого уникального вот вы для себя как опытный турист для себя заметили там уникальное явление которое есть только в одном месте в мире похоже это бифуркация реки то есть разделение реки на два русла все же реки у нас обычно складываются из ручейков из маленьких притоков речках в одну большое и куда-то вливается в одно место здесь уникальное место потому что река дельки охотская протекающая на территории хабаровского края она верховьях вот как раз вот место примерно показано на фотографиях широченная долина при большой воде когда большая вода она разделяется на два русла и не просто на два русла она два русла текущих совершенно в разные части света в разные океаны одно русло наше хабаровское текет в реку охота впадает в охотское море соответственно в тихий океан а второе русло дельки куйду сунская впадает реку куйду сун в индигирку в море лаптевых это уже северный ледовитый океан это уже якутия то есть вот уникальнейшее место географическая уникальность мирового масштаба надо это просто знать это как бы ну как азбука географическая мы должны знать гордиться этим местом в этом месте стоит знак определенный то есть его пройти мимо очень сложно в этом месте можно очень легко попасть в якутию случайно мы вот как раз искали чайна случая когда ну просто вот русло широчая широченная мы искали как раз вот ту воду которая течет в якутию потому что вода была очень маленькая и воды вот именно и на якутскую сторону почти ничего не уходило мы нашли ее но пока нашли зашли на и в якутию я посмотрел по навигатору уже в якутии раз ну то есть вот по границе случайно перешли вот первая уникальность до такого мирового масштаба уникальности нашего регионального порядка но это во первых конечно высочайшая вершина хабаровского края наш эверест гора берил она высотой 2934 метра может быть не слишком высоко как может показаться но она вся окружена ледниками потому что это уже север и со стороны это действительно настоящие горы и в альпинистском туристическом смысле сложность они тоже имеют достаточно высокую там 2а некоторые вершины 3а то есть это настоящая альпинистская сложность где нужно применять специальное снаряжение кошки ледоруб веревки обвязки там каски и так далее то есть это интерес вы на нее поднялись да мы на нее поднялись по южному гребню но задача была понятной подняться задача была для нас наша уникальность такая съемочный вызов это снять с квадрокоптера первыми потому что я знаю что первые до первые я в этом уверен через пять десять двадцать лет это никого не удивишь коптеры будут карманные будут снимать все подряд любым можно из хабаровска будет отправить не обязательно будет туда лезть это и тащить а мы сейчас все это тащим батареи солнечные все это зарядки чтобы сделать первые яркие запоминающиеся кадры как бы передать эту красоту людям рассказать об этом это собственно гора берилда это хребет сунтар хаята да совершенно верно а вот этот хребет вообще горный массив он насколько тоже не знаю уникальный впечатляющий сложный может быть он уникален своими ледниками дело в том что до сороковых годов прошлого века совсем недавно считалось что в сибири ну так условно сибирь дальний восток до объединяем ледников вот именно таких горах быть не может это было мнение официальных людей в науке очень авторитетных никто не смел с ними спорить хотя первые геодезисты и геологи которые начинали в 40-х годах путешествие здесь на работу до том числе в этих местах они видели эти снежники ну ледники и местные венки их проводники говорили что этот снег не тает то есть все ребят это как бы все по-настоящему но только сороковых годах когда уже началась картографии то по съемка действительно уже зафиксировали официально было утверждено что на северо-востоке сибири вот в горах сунтар хаяты в этом хребте официально есть ледники это не тот снег который не успевает растаять там как у нас иногда бывает холодные зимы или прохладное лето а именно ледники многолетняя мерзлота которые в горах накапливаются от настоящей ледники как на кавказе как на тибете ну как в настоящих больших горах то есть у нас такое есть только вот в охотском районе а при этом ледники все равно вода какая-то тает собственно образуете самые реки и я уверен что не только я но и наши телезрители вот наблюдают за вот этой водой вот необычайного цвета хотя тоже цветопередача немножко другая правильно понимаю чуть-чуть другая да ну вот на этой фотографии очень видно что здесь зеленовато небо все-таки достаточно синяя правдивая есть фотографии где вода синее чем небо но в любом случае это именно вот как раз ледниковая речка очень характерно есть фотографии где речка ледниковая а в нее впадает приток не ледниковый там уже обычная вода которым привыкли чистейший прозрачный это вода тоже чистейший в ней водится тот же самый хариус тоже самая рыба она вся питьевая но цветом она обязана именно ледникам именно тому что идет сток большой с ледников особенно в такую вот яркую жаркую солнечную погоду и вода подкрашивается примесями частиц каменного материала который крошится ледник же это огромная терка который перетирает горы выносит огромное количество каменного материала так что вот такая особенность да у них уникальная природа означает ли это что и фауна уникальная до считается что охотский район это центр ареала снежного барана снежного барана не найти нигде не в окрестностях хабаровской комсомольска ни в одном районе мы пытались найти его кстати военно майском районе видели много следов помета троп но не увидели не нашли за две недели здесь мы увидели тридцать семь вот по моим подсчетам я могу где-то ошибаться немножко ну тридцать семь так говорите сколько угодно кто проверит этот но у нас все зафиксировано практически все три стада по 12 голов примерно в каждом сняли на квадрокоптер один одинокий баран встречал нас в ущелье когда мы выходили с ледника берил очень интересное животное достаточно пугливые за километр они прекрасно видят человека нам приходилось прятаться в траву запускать квадрокоптер то есть там буквально не дышать для того чтобы подобраться и запустить и снять их очень красиво баран крупное животное но это понимает что это что же своего рода кормовая база для какого-то другого животного волки медведи их основные наверное враги да но я не знаю я посмотрел как они бегают по горам я они неслись 30-40 километров в час по тем местам где мы бы ползли километр два внутри максимум час поэтому я не знаю кто там их может догнать но как говорят волки все-таки скрадывают их иногда кадре действительно уникальные природа супер и хочется все это увидеть но и вот сейчас давайте собственно про вот эту туристическую составляющую вы такие туристы и первопроходцы люди с которыми встречались не видели несколько лет вообще ни единой души а тут вы что такое вообще было подготовиться в эту экспедицию сколько вы бы вы там были сколько вас было человек если бы вы гоноке сколько аппаратуры было если вы ехали без аппаратуры то сколько бы всего нужно было с собой нести маленькая ремарочка чтобы нас они не закидали камнями мы не первопроходцы не первые туристы в кавычках я имею ввиду да вот в плане съемок вот таких масштабных наверное да мы стараемся снимать там где где нету просто никакого материала об этом районе однако все-таки ремарочку сделаю что туризм в этих местах очень активно развивался 60-х годов прошлого века причем это были группы со всего советского союза из республик снг огромное количество туристов которые в этом районе нашли такой рай для автономных сложных комплексных походить много ну сколько много но по моим данным до 10 групп в год было 70 80 группа это группа это 10 плюс минус человек 5-10 человек ну ну все равно не настолько популярно место камчатка нет нет конечно ну просто был такой взлет как бы до спортивного туризма то есть надо понимать что в советское время же был развит спортивный туризм когда были организации спортивные были определенные категорийные маршруты и люди не ходили просто так развлекаться это были за сложные маршруты они ставили такие рекорды достижения сейчас структура туризма поменялась сейчас таких групп единицы спортивных сейчас в основном развита такой созерцательный окей но вот и вы как туристическая группа из из кого состояла мы были не туристическая группа то есть наша задача была все-таки снимать и мы нас было всего двое к сожалению в конце концов ему к 1 остаться потому что была задача было непреодолимое желание снять в этом сезоне все складывалось логистические моменты временные все это поэтому нужно было снять было всего двое человек и на двое человек двое человек да вы и и я и мой коллега оператор юрий воронков замечательный тоже опытный очень турист и таежник и в то же время оператор то есть у нас вообще в команде очень много людей которые совмещают несовместимые вещи вот как раз ну как минимум 30 процентов нужно закладывать на непогоду по времени там процентов 10 20 на форс-мажор в итоге сколько В итоге нам повезло со всех сторон, погода идеальная, все дни были абсолютно, тропы идеальные, заброски идеальные, то есть мы ни одного дня не отдыхали, мы все дни просто вот с 7 утра до 9-10 вечера мы были либо в съемке, либо на ногах, либо там готовили что-то, мы позволили себе буквально в один день 2-3 часа отдохнуть, как раз заряжались батарейки квадрокоптера, это было как раз после восхождения на берил. Поэтому очень был большой заряд эмоциональный, физический и мы просто вот каждый день как последний день. Чтобы условно мне, ну или вообще человеку из Хабаровска, увидеть вот эту красоту своими глазами, какой путь мне нужно преодолеть, сколько денег потратить? Нужно иметь туристическую подготовку базовую, нужно быть готовым к преодолению порядка 120 километров пешком с рюкзаком, если задача стоит именно дойти до массива вот именно горы Берил. И нужно, ну порядка, наверное, я не знаю, около 200 тысяч рублей примерно, ну на двоих вот, по крайней мере, у нас составил логистический бюджет, это билеты Хабаровска, Охотск, Охотск, Хабаровск. Сейчас билеты недорогие, ну относительно. 13 тысяч. 13 тысяч? На одного человека, да. То есть было ощущение, что за четыре можно улететь? За четыре это летают местные по льготе, по субсидии, два раза в год с местной пропиской. Плюс самая дорогая часть, наверное, это была, это заброска из арки в верховье речки, как раз. Арка это самый северный, да? Самый северный пункт, для которого еще можно доехать на машине, это тоже, в принципе, стоит денег, но здесь, и надо сказать, что в целом нам оказала очень большую поддержку и помощь администрации Охотского района. Очень доброжелательные люди были везде, и в Охотске, и в Арке, все как-то помогали очень прям дружно. Спасибо им огромное, да. И вот бюджет уходит на транспорт, на заброску, продукты у нас были специфические, то есть мы ели сублиматы, если, ну, представляете, да, это, ну, это не лапша, это очень разнообразное меню на самом деле, но все равно очень скудное и, ну, такое своеобразное. Потому что, если брать продукты, да, это же какого размера, как охранить? Не хватит, да, не хватит никаких ни сил, ни рюкзаков, ни объемов. Но, вот слушайте, вот даже на этом уровне уже половина зрителей, которые восхитились красотой, наверняка в голове себе галочки сняли посетить север Хабаровского края. А вот чтобы более-менее, ну, как-то цивилизованно, чтобы не нужно было огромные рюкзаки, возможно, какие-то радиальные вылазки, вот просто из точки, там, посмотреть окрестности. Условно, арка, вот если туда выбраться, то можно таким позаниматься? Ну, наверное, можно, да. В любом случае, это будет от арки нужно куда-то выехать, либо на вездеходе в район, например, там, стойбище Китанда, оленеводческого селения традиционного, либо вот в верховье реки Дель-Кю на лодке. Ну, в принципе, можно. Ну, это те же 200, ну, 100 тысяч на человека, примерно. И минимальный уровень комфорта. Арка, я так понимаю, не приспособлена, и вообще Охотский район пока для вот такого масштабного туризма. Пока нет, но это и не делается все сразу, это делается все очень постепенно. Я думаю, что пока, чтобы увидеть такую, надо же понимать, что это не просто картинка, да, вот, например, меня больше всего к этой картинке все-таки поразила дикость, которую мы увидели. Вот эти бараны, медведи, олени и тропы, там, опять же, те же самые северные олени, оленеводы. Дикость, она всегда уходит, когда приходит массовый туризм. Поэтому, может быть, здесь и не нужен массовый туризм, ну, чтобы мы сохранили вот эту дикость и первозданность. Вот в этом понимании, ну, слушайте, а когда администрация района говорит, друзья, ну, давайте, показывайте, рассказывайте о нас, тем более, наверняка, с формулировкой, ну, мы туристы, и после наших фильмов к вам будут приезжать люди, они-то надеются, ну, как предполагают, и это действительно огромный такой драйвер для развития территорий. Туризм. Ну, как бы, хотеть туристов и хотеть денег, но не думать при этом, что, извините, загадят, могут, есть такой риск, но это невозможно. Так где вот этот баланс, как его? Я думаю, что баланс, он оптимум найдется с течением времени, и все должно быть постепенно. Если сейчас в год этот район посещают, ну, как мне кажется, там, 2-3 группы, там, условно, и причем основное количество групп заходит с Якутии, наш маршрут, он еще оригинален тем, что никто, ну, я не нашел отчетов, кто бы поднимался с юга Хабаровского края и спускался туда же. Для нас было принципиально. Мы снимаем про Хабаровский край, мы жители Хабаровского края, и мы хотим рассказать о Хабаровском крае, но не со стороны Якутии. Мы хотели пройти полностью этот маршрут. Поэтому здесь мы тоже даем подсказку людям, что пробуйте путешествовать из Оходска. Логистика есть, да, есть трудности, но, возможно, очень много красивых мест, бифуркация на территории Хабаровского края, самый протяженный ледник в районе Сунтар-Хаята тоже находится на территории Хабаровского края. Поэтому постепенно, вот, группы с рюкзаками, с палатками, это действительно первопроходцы. Они пробивают первые тропы. Я думаю, что так же было и на Камчатке когда-то. Первыми пошли и на вулканы, и на гейзеры. Первыми пошли люди с рюкзаками. Нельзя перепрыгнуть эти ступеньки постепенного освоения, да, туристического какого-то края сразу от дикости к комфортабельным гостиницам. Вы имеете в виду, это какой-то эволюционный путь, но по большому счету можно. Ну, просто если бюджет выделяет сейчас энное количество миллиардов, строим там, не знаю, там, дороги более-менее, построить гостиницу, ну, дорого. Ну, слушайте, пирамиды как-то строили, довезем туда, строим материалы. На Ходск, ну, через Ходск морем довезли, построили, там, килограмм гвоздей, там, вообще, все что угодно, в сто раз выросло, ну, да ладно. Но это можно. Но вопрос в том, что не нужно пока. Ну, я считаю, что не нужно, потому что, в любом случае, деньги же должны возвращаться, отбиваться, а эти миллионы сейчас вложенные, вот, они не вернутся сейчас. Что нужно сделать для того, чтобы развить вот сейчас Охотский район, вообще север Хабаровского рая, ну, край рая, сказал, Хабаровского рая. Вообще, вот, нашу территорию вот более-менее спозиционировать как туристическую, вот, чтобы вот эти красоты увидели еще люди и захотели сюда. Комплекс мер нужно предпринимать на разных сферах. В первую очередь, нужно решить транспортную проблему. То, что мы сидели пять дней в Аяне, там, ну, два дня в Охотске не могли купить билеты. Если бы это была туристическая группа, представьте, 15-20 человек, там, не знаю, москвичи, кто угодно, да, у которых другие рейсы, то любая задержка привела бы к такому скандалу, ну, просто легко представить. Затем нужно думать о продвижении территории. Вот то, что мы делаем, в принципе, это и есть продвижение территории, но это наша инициатива. Мы сейчас говорим про кинопроект. Да, да. Кинопроект «Планета Тайга» уже 5-6 лет продвигает Хабаровский край. Есть какие-то успехи, но они локальные, на каком-то локальном уровне, потому что это наши локальные действия. Ну, например, вот вы говорили о том, что после фильмов действительно какие-то группы появляются. Ну, у нас много-много точек, маршрутов, которые уже стали маршрутами после фильмов. Ну, взять «Горное озеро Большой Сулук», я не знаю, сколько сейчас туда ходит групп после нашего первого фильма. До фильма там, ну, как бы, там троп толком не было. Сейчас там уже столько троп. Мы тоже туда ходим, мы стараемся следить, чтобы это все было цивилизовано, чтобы, ну, не гадили, знаете, чтобы... Чувствуем ответственность. Да, да, да. Чувствуем ответственность, потому что нам многие говорят, что вот вы сняли, даже нам ставят это в укор, и пошел народ. Но я считаю, что это больше достижение. Понятно, что люди видят где-то негатив, потому что есть плохие люди, приходят, гадят, пакостят где-то, жгут там, хороший лес, да. Но без этого никак. Всегда такие появляются, один из десяти, там такой будет человек. Но в целом, даже недоброжелатели, они говорят, что да, вот где мы сняли фильм, там начинается движение. И это хорошо, просто это нужно контролировать и делать это масштабнее. Не на уровне нашего кинопроекта, делать это на уровне телеканалов, не только региональных, но и федеральных. Делать это на уровне приглашенных блогеров. То есть, ну, это масштабнейшая работа по продвижению, которую нужно когда-то начинать делать, не только нам, одним. Ну, условно, как раскручивали шантары и раскручивают до сих пор? Да. Потому что там некоторые туристические компании, да, там были блогер-туры, там вот это все было. И шантары, наверное, это, ну, и на западе России, это уже не что-то такое запредельное. Люди уже понимают, где это, что это. Восемь видов китов, и вообще супер все редкое. Да, шантары очень хороший пример, но, опять же, на мой взгляд, это заслуга одного, двух, трех людей, кто там работали. Это не заслуга какого-то ведомства с… То есть, не системная, да, работа? Да, это не системная работа, да, совершенно. Это просто, да, действительно, люди напряглись, сделали, они огромные молодцы. И сейчас, что очень интересно, если вы будете смотреть в путеводителях, шантары, они ведь большинство не ассоциируются даже с Хабаровским краем. То есть, там, условно, Пермский край, Урал, шантары. То есть, шантары – это не Хабаровский край, для людей это уже что-то другое. Это уже Хабаровскому краю она подтягивается к шантарам, настолько они стали популярны. Ага. Ну, кстати, к вопросу о том, что действительно развивать брендинг, популяризировать. Мне кажется, вот эту красоту, которую сегодня мы увидели в интервью, ну, редкие кадры, тех редких кадров, которые, ну, небольшая их доля, которую вы засняли, мне кажется, было бы неплохо показать нашим телезрителям, в принципе, ваши фильмы. Как относитесь к этой идее? Ну, мы, задача нашего кинопроекта – это популяризация нашего края, нашей природы, просвещение нашего населения, потому что краеведение у нас, к сожалению, тоже не в лучшие времена сейчас переживает. Поэтому мы рады, наши фильмы свободны абсолютно, мы рады любым каналам, так сказать, просвещения, поэтому и будем рады вам. Ну, мы очень будем рады, потому что, да, вот это просвещать, информировать основные задачи телевидения, поэтому, я думаю, да. Это совместный будет кинопроект, в большей степени, конечно, спасибо вам за производство этого уникального контента, который сегодня мы обсуждали, который, я надеюсь, да, вдохновит многих на то, чтобы изучать больше наш Хабаровский край. Спасибо большое, Виктор, спасибо за ту работу, которую делаете вы с вашими коллегами и, собственно, за сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в гостях у нас был Виктор Решетников, руководитель кинопроекта «Планета Тайга». Турист не первопроходец, но вот именно с туристической какой-то точки зрения, мне кажется, вот есть, вот особенно вот в современном контексте, кино первопроходец, назовем его так. Уникальные кадры севера Хабаровского края, уникальная природа, фауна, уникальные люди и факты, еще больше будет их в фильмах кинопроекта «Планета Тайга», которые будем мы также показывать у нас в эфире. Спасибо большое, что были эти полчаса с нами, увидимся, возможно, не только в телеэфире, но и, может быть, где-то вон там, в предгорьях этой красоты. Спасибо большое, больше путешествуйте, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»